Здравствуйте! Салям! Я приветствовал вас на арабском языке. Салям – это то же самое, что шалом, мир. И это слово используется в значении здравствуй, здравствуйте, привет, пожелание мира. При прощании мы тоже можем сказать салям, то есть как до свидания. Этот короткий урок посвящен основным приветствиям и пожеланиям на арабском языке. И я его делаю по просьбе моих учеников, которые в Израиле работают в коллективе с арабами и говорят, что иногда арабы показывают свои познания в русском языке, говорят слова на русском языке, приветствуют их. Им хочется что-то сказать в ответ, приветствовать коллег на арабском языке. И мы сегодня выучим основные слова, которые нам помогут. Я также предлагаю вам купить книги, которые могут пригодиться тем, кто хочет изучать арабский язык, либо выучить несколько слов, чтобы ими пользоваться в жизни. В Израиле, по своему опыту, я говорю, это очень помогает. Русско-арабский разговорник. И также мои книги по моей методике. Учимся писать по-арабски и учимся читать по-арабски. Можно заказать непосредственно у меня, обратившись по электронной почте. И теперь переходим к словам на арабском языке. Я буду сравнивать эти слова с ивритом, чтобы нам легче было понять общий корень, если он есть. Привет. Мы будем говорить по-арабски. Мархаба. Мархаба. Привет. Здесь звук хет, он должен быть гортанным, мы не умеем его правильно произносить, поэтому можно произносить х, как в русском языке. Мархаба. И, чтобы понять, откуда это слово, мы рассмотрим корень, такой же, как в ивритском слове рахав. Рахав – это широкий, широко. Мархаба. Я приветствую тебя широко, я рад тебя видеть. С распостертыми объятиями. Примерно так. И в арабском языке принято на слово мархаба, на привет, отвечать двойной привет. Такие традиции в арабском языке, он очень красивый. И это звучит мархабтейн. Окончание эйн в разговорном языке – это двойной. Мархаба. Привет. Мархабтейн. Два привета. Здесь у нас появился еще звук тэ. Это то же самое, как в иврите у нас гэй переходит в тав. И поэтому появляется звук тэ. Мархабтейн. Добро пожаловать. И это же слово можно использовать как привет. Слово Аглан. Аглан. И мы его свяжем, чтобы понять, со словом Огэль. В иврите Огэль – это палатка или шатер. И по-арабски, когда говорят Аглан, означает чувствую себя как дома, чувствую себя как в своем шатре. По смыслу «добро пожаловать», «привет». Соответственно, ответом на это слово будет Аглэйн. У нас получилось здесь Аглэйн. Двойной «привет». Два раза «добро пожаловать». Окончание «эйн» мы прибавили. И принято произносить это слово два раза подряд. Аглэйн, Аглэйн. Примерно так. Когда кто-то из наших коллег ест, мы можем пожелать ему приятного аппетита. И это звучит САХА. САХА. Здесь звук С. Он немножко отличается от звука С в русском языке. Но так как у нас проблема с его произнесением, то мы будем говорить, как в русском языке нас поймут. САХА. САХА. Это приятного аппетита. А слово САХА означает здоровье. То есть мы желаем кому-то здоровья. И мы свяжем это слово с ивритским словом ЦАХ. ЦАХ – это чистый. В современном языке используется в сочетаниях АВИР – ЦАХ. Чистый воздух, прозрачный воздух. И также здоровье, чтобы оно было хорошим, прозрачным. САХА. Пожелание приятного аппетита. Здоровье. На здоровье по смыслу. И ответ САХТЕЙН. Это в случае, если вы тоже собираетесь покушать, вам желают двойного здоровья. Два раза приятного аппетита. По смыслу – взаимно. Мы также можем ответить словом ШУКРАН. ШУКРАН – это спасибо. И мы свяжем его с ивритским корнем ШИНКАФРЕЙШ. И здесь не путать ни с корнем ШИНКУФРЕЙШ, который означает обман или ложь, а ШИНКАФРЕЙШ. И есть такой глагол МЕШАКЕР, со словом, с буквой, извините, с буквой КАФ в корне. Он означает опьянять, опьяняет. МЕШАКЕР – опьяняет. Отсюда слово ШИКОР – пьяный. И ШУКРАН – это как что-то опьяняющее. Спасибо, что приятно слышать. Хорошо. ШУКРАН. Принято на ШУКРАН – отвечать АФУАН. Мне трудно провести параллель с ивритом. Параллельного корня нет. АФУАН означает «извините», да, с извинением дословно. И в арабской культуре, когда кого-то благодарят, он отвечает АФУАН. По смыслу означает «извини, что я не смог сделать для тебя больше». Это все, что я на данном этапе могу. Я надеюсь, что это было интересно. ШУКРАН ИЛЬКУМ АЛАЛ ИХТИМАМ. Спасибо вам за внимание. С вами был Марк Харах Ниран. Салям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова